Исходя из составленного протокола с предыдущего совещания, где были указаны ряд поручений и требования к руководителям управления отделов муниципалитета первым доложить о промежуточных результатах проделанной работы по сетям автозаправочных станций в черте города, проверке наличия лицензии, паспортов безопасности и соответствующего материала во избежание случаев чрезвычайных ситуаций, слово было предоставлено заместителю начальника управления гражданской обороны, чрезвычайной ситуации и пожарной безопасности в Ахер-Солте-Джангулову. Автозаправочным станциям создана рейдовая группа на мягкий фронт работы и проводится проверка. За истекшую неделю от населения и организации сообщения об угрозе или возникновении ЧС не поступало. Заслушав доклад специалиста МЧС, руководитель совещания Бадыр Ахмедов подчеркнул, что управлению необходимо ускорить работу в данном направлении и предоставить полную документацию по озвученному вопросу. Исходя из справок главного инженера управления коммунального хозяйства Султан Паши Саидова, результаты по сбору налогов и оплаты за коммунальные услуги за январь месяц в предприятиях жилищно-коммунального хозяйства в среднем составляет около 55 процентов и доложил о ситуации в городе на сегодняшний день. «Опоследствия, которые были по воде, водоснабжение, подпитывающий город, в основном, что очень оттач, ребята выдержали. Техника эскаватор для необходимости круглосуточно дежурил, официально ночные часы. Водоснабжение обеспечивалось бесперебойно. Отопительные котельные теплоснаба работали в рабочем режиме, не были допущены какие-либо срывы, остановки». В продолжении совещания, обращаясь к руководителю отдела торговли, Бадыр Ахмедов дал поручение в течение недели выявить количество автомобильных моек, провести конкретную работу с владельцами по постановке на налоговый учёт и подготовить отчёт к предстоящему совещанию, а также финансовому управлению усилить работу по сбору семейного налога. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа Пульс.